Каким образом мы можем использовать выбор дат в повседневной жизни, то есть в современном мире? Каким образом мы можем использовать дат в повседневной жизни в России? Давайте начнем просто с дома. Например, мы хотим выбрать хорошие даты для переезда в новый дом, для того, чтобы сделать ремонт, начать делать ремонт в доме. Также мы хотим выбрать хорошую дату, например, для того, чтобы подать заявление на работу или отправить наше резюме на работу, для того, чтобы начать ремонт. Начать строить новый дом или разрушать его, какой-то старый дом. Давайте я еще немножко объясню, почему нам необходимо обязательно учитывать какой-то день для такого рода активности. Потому что каждый раз, когда мы что-то разрушаем или что-то строим, мы нарушаем течение ЦИ в данном месте. Поэтому мы хотим удостовериться в том, что мы выбрали хороший день, в котором не происходит столкновение с полем ЦИ в данном месте. И если речь идет не о ремонте, а о бизнесе, например, то тоже все вещи связаны с открытием нового офиса, или с переговорами, например, или с открытием нового бизнеса, подписанием контракта. Все вот такого рода вещи также требуют хорошего дня. И мы хотим выбрать хорошее время для того, чтобы работать с человеком, который занимается данным делом. Так, чтобы он получил хорошую поддержку для этого времени, чтобы данный проект получил хороший толчок для развития. Чтобы описать, каким образом работает этот выбор дня и его эффект, можно сравнить это с бомбой замедленного действия, то есть момент благоприятный день, это как будто мы ставим детонатор в бомбу замедленного действия, и результат действительно может быть ошеломляющим. То есть, значит, что если мы выберем благоприятный день для свадьбы, то супруги проживут в результате этого долгую счастливую жизнь вместе. Конечно, никто не сможет вам дать такого рода гарантию в жизни. Если мы подобрали хороший день, то у нас будет хорошее начало. Но многие вещи зависят также и от удачи самого человека. То есть мы говорим также и о циклах времени каждого конкретного человека. Иногда это работает так, что у них в их личной жизни происходит какого-то рода столкновение временные, циклов. Давайте я пару слов скажу о выборе даты свадьбы. Это не так просто найти хороший день. Это, наверное, самая сложная работа для мастера по выбору благоприятных дат, которые вообще попадаются. Особенно для китайской свадьбы. Потому что в китайской свадьбе мы учитываем шесть человек. Почему шесть? Потому что там есть жених и невеста. Кроме того, отец и мать и невесты. И отец и мать жениха, естественно. Потому что они играют огромную роль в браке, который происходит в этой семье. В восточной культуре. Извините. В западной культуре. Родители не особо, в общем-то, отвечают за то, каким образом будет протекать брак их детей. То есть это не их, собственно, ответственность. Но в китайской культуре, особенно в старые времена. Они должны были удостовериться в том, чтобы новая невестка, на которой женится их сын, ни в коем случае не сталкивалась с временными циклами родителей жениха. Поэтому они выбирали день, который должен быть хорошим и для жениха, и невесты. И невеста не должна была быть столкновений с другими пятью людьми. И жених также не должен был иметь столкновений с другими пятью людьми. И плюс к этому добавьте качество дня. И это очень просто объяснить, так объяснить. Но это очень много головной боли. I see. Насколько много вообще благоприятных дней для свадьбы в году, скажем? Скажите, how many generally good days for marriage during one year, for example? I cannot answer you that, because you have to make the calculations. Sometimes it could be a bad day for this family, and it could be good for the other. Не могу просто так ответить на этот вопрос, потому что нужно производить расчеты. Иногда это может быть хороший день для этой семьи, а для другой семьи это будет плохой день. If you're looking for the professional way, no. I cannot say this one day is very, very good. Если смотреть профессионально, то я не могу сказать, что вот какой-то этот день просто очень-очень хороший. Unless you go into thongshu. Если только вы обратитесь к thongshu и используете эту систему, здесь написано, что день хороший для брака, и вы просто берете ее вот таким образом. No, I'm sorry, I cannot offer you a perfect formula. Ну, я не смогу вам дать совершенную формулу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...